Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Хочу сегодня вспомнить событие, годовщину которого мы не так давно отмечали, но которое, в общем-то, продолжается. Событие некое продолжающееся. 90 с лишним лет назад, осенью 1922 года, в России проходила кампания под названием «Философский пароход». Кампания по высылке цвета русской интеллигенции, цвета нашей мысли. Ленин к тому времени несколько размягчился, добрейшей души был человек, и вместо смертной казни, предполагаемым врагам советской власти, интеллектуалам, было им определено ехать в зарубежье. Как сказал Троцкий, мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Ну, собственно, «Пирог пароход» — это некое такое собирательное название, потому что было два парохода, были поезда, были разные точки высылки, высылали и украинских интеллектуалов. Собственно, речь идет о сотнях людей, среди которых, я думаю, всем вам известны имена. Бердяев, Франк, Иван Ильин, Петерим Сорокин, Трубецкой, Лосский, Корсавин, Степун, Вышеславцев. Своего рода такая ленинская культурная революция. Примерно то же самое, что несколько десятилетий спустя предпринял Мао Цзэдун. Ну и, собственно, весь XX век российская философия пытается разобраться с наследием вот этого действа, происшедшего в 1922 году, с той лакуной, которая образовалась в нашей философской традиции, в нашей интеллектуальной традиции, и с наследниками той традиции, которые, в общем-то, занимались философией на протяжении XX века и уже в XXI веке. И, в том числе, в русле вот этой вот кампании по, так скажем, возвращению философского парохода, а сегодняшний эфир я хотел бы назвать так немножко, с претензией на красивость возвращения философского парохода, Институт философии Академии наук совместно с фондом имени Щедровицкого издает серию под названием «Философия России первой половины XX века». Была презентация этой серии прошлой осенью, вот как раз к 90-летию, примерно, философского парохода. Продолжают выходить тома этой серии. И у нас в гостях сегодня философ, заместитель директора Института философии Академии наук по развитию Петр Щедровицкий. Добрый вечер. Ну вот хотелось поговорить сегодня, что стало с русской философией после философского парохода, какова ее эволюция в XX веке, что с ней происходит сегодня в XXI веке и кому она нужна, насколько у нас в стране вообще востребована философия, рефлексия и рациональное мышление. Ну вот я хотел сначала Петр о философском пароходе поговорить. Он как-то вписывается в традицию российской власти, такое отношение власти и интеллектуалов. Если посмотреть, я не знаю, там, царь Ичаадаев, к примеру. Ну то есть как бы так поступает по-платоновски, да, поэтому увенчаем цветами и выведем из города. Вот у нас отношение власти и философов. Каковы были в российской истории? Ну, во-первых, давайте все-таки с вами признаем, что сложное отношение между любыми властными элитами и философами присутствует не только в российской истории, но практически во всех регионах, странах, во всей эпохе, когда философия испытывала определенный подъем и расцвет, конфликты наступали рано или поздно, потому что, ну даже если мы возьмем предельно рациональную ветку европейской философии, она все равно размышляла о предельных вопросах. А всегда, когда на повестку дня ставятся предельные вопросы, то, ну, здесь есть и конкуренция точек зрения, и претензия на влияние, влияние на общественное мнение, влияние на человеческое сознание, на принятие решений. И поэтому на границах всегда искрит. В исламской традиции вы прекрасно понимаете, что там в целом интеллектуализация претензий на власть имела место во всей эпохе, и тоже был конфликт. А в конкуренции традиции? То же самое, то же самое. Практически мы это наблюдаем во всей эпохе и во всех странах мира. Вопрос в том, все-таки, насколько власть понимает, что решения проблем будущего требуют, ну, такого интеллектуального зрения, широты определенного видения, понимания того, какой опыт есть в других странах. Ну, вот об этом мы еще поговорим, насколько философ востребован властью вообще и в России в частности. Ну, вот говоря о российской традиции, вот как вы смотрите на философский пароход? Это уничтожение философской мысли или, наоборот, ее спасение, как некий Ноев ковчег? Вот как, знаете, Сокуров примерно в протяжении времена, русский ковчег, там все это загружается в Эрмитаж, да, и плывет по волнам. И здесь тоже своего рода такой русский ковчег загрузили и спасли. Потому что тот же, скажешь, Пет, про которого сейчас вышла, да, ваша серия на телеканале «Культура», понятно, какая судьба его ждала, как ждала всех, кто остался в 1935-1937 годах. Вопрос, конечно, очень-очень хороший. Я думаю, что здесь, ну, знаете, такое своеобразное иезуитство историческое, потому что для власти выслать интеллектуалов за пределы их общества, их культурного языкового ареала, ну, если хотите, выглядело как вызов, потому что вот вы такие умные здесь, вы опираетесь на определенную традицию, вы здесь воспитаны, у вас здесь есть ученики, средства массовой информации, определенные каналы влияния, вот вы попробуйте, пофилософствуйте за пределами России. И мы прекрасно понимаем, что для всех, кто попал в этот список, это были не только философы, это были и поэты, и ученые, огромная плеяда профессоров университетских, от археологии до истории. И понятно, что для них, конечно, судьба жизни и работы за пределами России была чрезвычайно сложной. Мы знаем, что многие уехали в Прагу, потом вынуждены были еще раз бежать, кто в Париж, кто в Америку, в тот момент, когда после начала экономической депрессии уже пражское руководство, Масарик и его товарищи не могли больше выплачивать им стипендию. Огромная группа людей вынуждена была дальше ехать по Европе, искать себе источники пропитания, искать себе аудиторию, место жизни. Судьба, конечно, была очень тяжелой. Сравнивать их судьбу с теми, кто остался, большинство из тех, кто остался, Шпет собственноручно действовал, чтобы вычеркнуть из списка философского парохода. Флоренский в него не входил, но за него хлопотал. Масарик выхлопотал ему такую возможность уехать, но он отказался. Конечно, это два полюса. И оказался на Соловках. Ну, и тоже погиб. Это два полюса вот этой драматической ситуации. Шпет, кстати, об этом очень хорошо пишет, что здесь ты не нужен, здесь ты не востребован, здесь твои навыки, причем неважно. Он же последние годы занимался переводами и предлагал хотя бы эту его компетенцию, знание 17 языков и способность переводить и тексты Шекспира, и тексты поэтические, и Диккенса, как-то использовать. Здесь ты не нужен ни в каком качестве, там ты никто. Несмотря на то, что, конечно, эти люди имели очень сильную волю, были прекрасными мыслителями, писателями. Многие из них состоялись, либо в качестве профессоров в университетах, либо в качестве деятелей эмиграции. В конце концов, сотрудничали в различных журналах. Но вы прекрасно понимаете, что, будучи оторваны от родины и постоянно находясь в размышлениях о ней и о ее судьбе, ну, не знаю, я бы никому не посоветовал такой судьбы. Поэтому даже трудно понять, кому из них повезло больше. Ну, в России эсселектуальный пейзаж, философский пейзаж после изгнания. Была ли вообще выкорчевана философская мысль в России? Что мы можем сказать о десятилетиях последовавших? Ну, то есть, так сказать, оставались отдельные люди, которые постепенно угасали, ну, скажем, к моменту, я не знаю, к концу 30-х годов, когда уже окончательно были вытравлены все островки свободы мысли. Ну, вот знаете, недавно на русский язык перевели очень интересную работу Коллинза «Социология философии». Рэндалла Коллинза? Да. Где он, на мой взгляд, сквозь призму истории пытается посмотреть на те периоды, в которых наблюдается концентрация философского мышления? И он приходит к одному очень такому жесткому выводу. Он пишет буквально следующее, что творчество не распределено случайным образом среди индивидов. Оно сконцентрировано в определенные исторические периоды. Оно зависит от плотности коммуникации здесь и теперь. И он показывает на огромном историческом материале, что везде, где мы наблюдаем взлет философии, это всегда 20-30 имен, которые живут в короткий промежуток времени, максимум два поколения. И это творчество сосредотачивается в межпоколенческих цепочках. То есть от учителя к ученику невозможно освоить уровень философского мышления, не опираясь на ту работу, которую проделывают предшественники. И поэтому очень часто два-три поколения учеников в какой-то момент дают вот этот выплеск высоких материй философствования. Но мы должны понимать, что этого бы не было, если бы он не опирался на работу предшественников и не аккумулировал в своем творчестве плотность коммуникации, дискуссии и постановки вопросов. В России такая концентрация на Серебряный век пришлась? Ну вот, собственно, я и отвечаю тем самым на ваш вопрос предыдущий, потому что, конечно, была разрушена эта плотность коммуникации, которая сложилась к началу 20 века. Причем мы должны понимать, что это возникло не случайно, что это опиралось на гигантскую работу, проделанную с середины XVIII века, когда медленно философия эмансипировалась. С одной стороны, от теологии, религиозного миросозерцания, а с другой стороны, от литературы. Для России это была, так сказать, важнейшая среда формирования философского мышления. И вот только-только к концу XIX, начала XX века начала складываться профессионально рационалистическая философская школа. И в этот момент наступили все эти события. И, как вы правильно сказали, практически все мыслители были либо изгнаны, либо потом погибли, либо, как Лосев, на десятилетия прекратили свою работу, писали, в лучшем случае, в стол. И только уже в конце 50-х, в 60-е годы кое-что из этого получили возможность и стали публиковать. Поэтому разрушена была и плотность коммуникации здесь и теперь. Мы прекрасно понимаем, что даже тот перечень, который вы назвали, а он шире, можно назвать имена второго эшелона, третьего эшелона, людей, которые занимались специальными исследованиями, например, Маковельский, который переводил книги Дильса «Переводы до сократиков». Он, может быть, мало кому известен, но без этой огромной работы по переводу, по введению в русскоязычный оборот текстов древних мыслителей, античных мыслителей, тоже невозможно представить себе ту работу, которую проделывали на следующих этажах оригинальные мыслители. И вот, во-вторых, конечно, это разрыв этих межпоколенческих цепочек. Потому что я хорошо знаю это по своей семейной истории. Мой отец, Георгий Петрович Чедровицкий, много рассказывал мне о ситуации начала 50-х, конца 40-х, начала 50-х годов, когда они учились на философском факультете. И нужно понимать, что Гегель был в спецхране. То есть не просто у тебя не было учителей, и, как шутил Георгий Петрович, многие хорошие, высокого класса мыслители, как, например, Асмус, в основном читали им древнюю философию. Ну, то есть они читали про то, где точно нельзя было ухватить их за какое-то неправильно сказанное слово и вменить им, так сказать, идеологическую диверсию. Немецкую классическую философию уже не читали, не говоря уже о работах современных мыслителей. То есть буквально по Маяковскому мы диалектику учили не по Гегелю. Точно, точно. И в этом плане восстановление элементов философской культуры спустя гигантский разрыв в 40-30-40 лет происходило, конечно, чрезвычайно тяжело. Ну, знаете, безусловно, есть какой-то дополнительный порыв и энергия в том, чтобы переоткрывать велосипеды. Но нужно чётко понимать, что ты это делаешь. Ну да, это повторно. То есть когда через спецкраны происходит открытие там и религиозной философии, и Розанова, и так далее. Это вообще позже. Это уже 80-е. Это уже 90-е. А в тот момент, в 50-е, 60-е годы, они с огромным трудом на уровне своего собственного семинара переводили современные им работы логиков. То есть вот публиковались эти работы, они у себя делали переводы. Некоторые из этих переводов, у меня дома стоят целые тома переводов, некоторые из них потом были опубликованы. И это касается не только философии. Например, Георгий Петрович, когда он работал в издательстве «Просвещение», он впервые после гигантского перерыва опубликовал работы Блонского. И его чуть не выгнали с работы за это. Большой зелёный том, ну вот люди моего поколения ещё помнят, в 61-м году. И ещё вынужден был везде, где стояло слово «педалогия», зачёркивать его и писать «педагогика», потому что педалогия продолжала оставаться изгнанной наукой, известное постановление о педалогических извращениях в системе наркомпроса 1936 года. И так далее. То есть это касалось всех социально-гуманитарных дисциплин. Ну что же оставалось на этом месте? То есть я понимаю, что как бы ходили одиночки, собирали вот на этом пожарище какие-то, так сказать, головни, то есть какие-то люди пытались транслировать «Серебряный век», да, как Асмус, Лосев, Тахагоди, там, Фрейденберг, но они, наверное, тоже занимались, как вы говорили, больше такими околофилософскими вещами, да, мифом, там, Бахтин, литературоведением, то есть они чисто системной философией не занимались. Но создавались какие-то самостоятельные, может, в русле марксистской мысли, вот сейчас какой-то там, не знаю, там, Ренессанса Льенкова и так далее? Ну, вы знаете, вот это очень хороший вопрос, потому что феномен русской философии второй половины XX века еще нуждается в своем подробном и достаточно глубоком исследовании. Потому что феномен такой, безусловно, существует. Это и Мамардашвили, это и Ильенков, это и Георгий Петрович Щедровицкий, это Михаил Константинович Петров в Ростове, это Батищев. Мы издали два года тому назад 20 таких же персональных томов, которые сейчас начинают выходить по первой половине века. То есть в этом плане наша позиция заключается в том, что все-таки философия в России в этот период возрождалась. Она существовала в виде серии небольших кружков, она существовала, как и в примере, который я приводил, цитируя Коллинза, в виде ролевой коммуникации между несколькими интеллектуалами, претендовавшими на то, чтобы ставить предельные вопросы. Предельные вопросы есть всегда. Вопрос в том, как тебе удалось их сформулировать, чтобы с одной стороны выразить в философской постановке этих вопросов какие-то глубинные проблемы сегодняшнего дня, а с другой стороны не страдать каким-то местечковым видением, отсутствием глубины и прочее. Когда вот сегодня я смотрю эти работы, работы 60-х, 70-х годов, например, удивляет то, что многие темы сформулированы одновременно и параллельно в разных точках земного шара очень похожим образом. Помните, как у Гегеля, что дух дышит там, где он захочет. Дух видит, где хочет. Да, и в этом плане вот ты кладешь, например, теорию коммуникации Хабермаса, начало 80-х, конец 70-х, начало 80-х годов, Лумана и Щедровицкого. И ты видишь буквально текстуальные совпадения постановки вопросов и формулировок. При том, что я могу твердо сказать, что они друг друга не читали. И не могли читать, потому что работы выходят почти одновременно. Да, но там они транслируются, там они попадают в некое поле коммуникации, преподаются в университетах, а здесь это как на уровне катакомбной церкви получается. Это важнейший вопрос, безусловно. И это важнейший вопрос и для философов первой половины века, вот эта дилемма уехать-не уехать. И это, конечно, важнейший вопрос для философии второй половины века, потому что они все тоже, ну, их отношения с властью были чрезвычайно сложными. Ну, мы прекрасно знаем эту ситуацию. Лосев сидел, сидел несколько лет в лагере, ему запрещено было писать, но потом уже, слава богу, он вышел живым и уже в 60-е годы начал работать. Бахтин провел несколько лет в ссылке, его работы начинают публиковаться только в 70-е годы. Рубинштейна несколько раз подвергали травле, несмотря на то, что его учебник психологии, написанный в духе неокантианской психологии, где он еще учился в начале века, был учебной книгой во всех наших гуманитарных вузах. Кедрова, уж насколько он был ближе к официальной философии, несколько раз снимали с различных постов и объявляли всякие партийные взыскания. Зиновьев был выгнан из страны, хотя и за публицистические романы, но все равно. Ильенков, в общем, тоже все время подвергался гонениями. Лихачев сидел, опять же, можно вспомнить. В общем, кого вы не назовете, вы выясните, что даже вот эти ростки свободной мысли, они с самого начала подвергались и идеологическим, и административным преследованиям. Ну вот я здесь, не знаю, может быть, пытаюсь я вчитать это в некую традицию. Ну да, вы говорите, что это не только российское такое отношение власти, власти и философа, но я здесь хотел бы немножко шире посмотреть, а насколько вообще в России сильна традиция философского рассуждения? Ну, грубо говоря, была ли в России сильная, я не знаю, там, традиция рационального там рассуждения о методе типа Декартовского? Прошла ли Россия такую вот школу рациональной философии? Или вот, я не знаю, то, о чем вы говорите, та традиция XIX века, которая выглядела в серебряный век и обрывалась философским пароходом, она была все-таки такой достаточно маргинальной по мировым меркам? Ну, здесь, как заменитель директора Института философии, я не могу... Согласиться. Да, я не могу иметь, ну, в кавычках, там, объективную точку зрения, но мы исходим из того, что, понимаете, философская культура, философское мышление – это некоторая эстафета, да, и мы должны с вами четко понимать, что она никогда не была равномерно распределена по истории. Между вспышками, взлетами философского мышления иногда проходят столетия и даже тысячелетия, потому что мы прекрасно понимаем, вот есть, так сказать, греческая философия, которая сегодня фокусируется вокруг имен Платона и Аристотеля, но мы прекрасно понимаем, что были еще два-три десятка мыслителей, которые предшествовали и последовали за работой этих мыслителей. Потом, ну, 400, 500, может быть, 800 лет, пока появляются несколько философов поздней античности, мы их знаем, кстати, гораздо хуже, взлет христианской философии, затем опять достаточно длительный перерыв, исламская философия, и мы прекрасно знаем, что Аристотеля прочитывают второй раз уже по тем текстам, которые приходят с Арабского Востока в Европе в XIII веке. То есть между этими точками взлета достаточно длинные периоды, когда философов нет, философия не является главной наукой или главной дисциплиной, и практически мы не видим никаких серьезных мыслителей. Ну, а Россия-то на этой карте, по-моему, вообще никак не отмечена. Все, что у нас было, наша философия, да, она интересна для национальной традиции, и потом все-таки она очень сильно сведена либо к религиозной философии, либо к извечному спору славянофинов и запятников. Ну, вот здесь давайте чуть-чуть потопчемся, потому что следующий этап взлета, мы прекрасно это понимаем, немецкая классическая философия. Ну, кстати, мало кто из непрофессионалов понимает, что это максимум 50 лет, начиная с средних работ Канта и кончая Шопенгауэром, когда, ну, группа людей, знакомых лично друг с другом, находящихся постоянно в личных отношениях, переезжает с одного места на другой и завершает свою философскую работу, вообще-то, проектом исследовательского университета «Братьев Гумбольд». То есть добивается институционализации философского мышления в виде свобод университетских профессоров, которые пожизненно назначаются, это, кстати, чрезвычайно важно, их нельзя уже уволить, они получают свою, пусть и небольшую заработную плату, имея кафедру до момента своей смерти. И, обратите внимание, они начинают готовить научную и инженерную интеллигенцию, которая, ну, в некотором смысле является их аудиторией. Поэтому, если мы посмотрим этот период более детально, то мы увидим, что небольшая группа людей, мы их все по временам знаем, да, мы знаем Фихте, мы знаем Шеллинга, мы знаем Гегеля, мы знаем братьев Шлегелей, братьев Гумбольдов, да, вот эта группа людей фактически создала тот феномен влиятельный, мотивирующий философии, на который мы мысленно все время ссылаемся. Потому что я думаю, что социологию греческой философии или там исламской философии вряд ли кто-то хорошо знает. А вот этот пример мы знаем. То есть мы смотрим и говорим, вот смотрите, в Германии в определенный промежуток времени, в начале XIX века произошел вот такой удивительный феномен, когда философия стала влиятельной и она была институционализирована. А Россия как? А Россия акцептовала эту традицию. И начиная... Ну, как и все остальное, собственно. И начиная с, ну, практически с тех же лет, идут переводы. Возникает достаточно мощная школа. Кстати, например, Шеллинг имел в России даже большее влияние, чем Фихт и Гегель первоначально. И начинает воспитываться русская философская школа. Быстро это не может произойти. Но все-таки она как заемная русская философская школа на теле немецкой классической философии. А немецкая тоже как заемная. А христианская философия Фомы Аквинского тоже заемная он, а Виценный это все брал, Аристотеля. Поэтому мне кажется... Вот смотрите, давайте все-таки посмотрим на это, ну, может быть, в чуть более длительном горизонте времени. Да, конечно, не было традиций, не было тех свобод, не было тех университетов, хотя модель пытались реализовать на российской почве, но она не была реализована в полном объеме. Не было же достаточно свободной сферы секулярного, была слишком сильная примат религиозного. Правильно, поэтому я и говорю, идет процесс эмансипации философии, с одной стороны, от религиозного мировоззрения, а с другой стороны, от литературы. Потому что в любом учебнике по русской истории и русской философии вы увидите, что Достоевский, наверное, для постановки некоторых философских вопросов делал не меньше, а может быть и больше, чем многие записные философы. Поэтому этот процесс идет чрезвычайно медленно, он идет в течение всего XIX века, а может быть, даже еще раньше, с конца XVIII века. Но к началу XX века, на мой взгляд, он практически завершен. Философия самоопределилась, она встала на ноги. Возникли самостоятельные школы в области методологии, науки и логики. Вот мы только недавно издали том, посвященный трем русским логикам, в частности, Ивановскому Владимиру Николаевичу, который в начале XX-х годов впервые вообще-то написал книгу, посвященную научной методологию, и, ну, я бы сказал, мы подошли вплотную и остановились перед. Остановились перед. Ну вот, продолжим наш разговор после перерыва о том, как, собственно, с этой вот остановки Россия продолжала, и что произошло с философией в конце XX и XXI веке. Добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев, и говорим мы сегодня с Петром Щедровицким, заместителем директора Института философии Академии наук, заместителем директора по развитию, и главой фонда имени Георгия Щедровицкого. Говорим мы о судьбах русской философии, о том, какую лакуну после себя оставил философский пароход, о том выжженном поле, каковым являлась рась русская после этого советская философия, о тех ростках, которые прорастали на этом вот пепелище. Ну, вы знаете, я хотел бы сейчас немножко еще задержаться на теме вообще, насколько философия, философское мышление, рациональное мышление свойственно России. Вот я здесь хотел бы созлаться на такую вот маленькую, но, по-моему, очень удаленькую работу Бориса Гройса, «Россия как подсознание Запада», где он, опираясь на Чаодаева, говорит, что вот Россия вообще не свойственно рациональное мышление. Мы, Россия, пространство подсознания. Мы, Россия, сильны с некими какими-то иррациональными чувствами. У нас не произошло осмысления своего места в истории. Вы здесь согласны с Гройсом? Или вот то, что вы рассказываете о становлении вот этой российской рациональной философской традиции, это противоречит этому? Ну, я, конечно, не согласен, потому что в российской традиции, на мой взгляд, было очень много разных линий и тем. Ведь давайте все-таки вот, подводя некий маленький итог первой части нашего разговора, подчеркнем одну вещь. Вы знаете, вот я сейчас публикую довольно много материалов, касающихся этого нашего проекта, этих имен. Малейший шаг за рамки профессионального сообщества, большинство этих фамилий никому ничего не говорит. Люди просто не знают этих имен. Да, к нам, благодаря 90-м годам, вернулось несколько текстов русских религиозных философов, многие из которых как раз попали в 22-м году вот в этот список философского парохода. Ну да, это было издание начала 90-х, такое на плохой бумаге газетное, вот эти вот философские. Да, и более того, в общем, совершенно случайное, случайное издание случайных работ. В основном это была перепечатка тех работ, которые выходила там в МКО-пресс или в каких-то других иностранных изданиях. И шло это все на волне критики социализма, поэтому очень часто выбирались работы, посвященные в той или иной степени критики феномена большевизма, сталинизма и так далее и тому подобное. То есть очень узкий набор и имен, и текстов. Но мы сегодня, вот мы готовим 39 томов. Я вас уверяю, что 90 процентов... Это вот первая половина 20-го века. Это первая половина, да. Значит, некоторые из этих томов, например, там «Русская философия права» посвящена нескольким мыслителям некоторые, тома именные. Я вас уверяю, вот так же, как про Шпета, про которого вот сегодня мне пишут мои друзья, казалось бы, люди достаточно интеллигентные и начитанные, что они первый раз в жизни услышали о том, что он переводил Диккенса, первый раз в жизни услышали, что он был одним из создателей российского шекспироведения, первый раз слышали то-се. А, знаете, извините так уж грубо, Хайдегера и Гадамера эти люди читали больше, чем Шпета. Хотя уж кто-кто стоял у истоков европейской герминевтики и герминевтической феноменологии, мимо Шпета пройти нельзя. Но они об этом ничего не знают. И я позволю себе сказать, что об этом не знают и многие, кто пишет про вот отсутствие в российской культуре этого рационалистического начала. Это один момент. Теперь второй момент. Мы с вами все время движемся в такой социологической действительности, но в какой-то момент ее недостаточно для понимания той проблематики, которую мы хотим с вами обсудить. Понимаете, ведь очень важным является тот язык, на котором мы выражаем мысль. Если в языке нет слов, нет терминов, то мы не можем выразить ту интуицию интеллектуальную, которая у нас возникла. Мы не можем обозначить определенный набор объектов. Для того, чтобы сложить плотность коммуникации и насытить ее необходимым терминологическим аппаратом, нужно время. Поэтому не случайно, что Шпет, Франк и многие другие переводят работы. Они развивают язык. Они развивают выразительные возможности русского языка. Вот Мираб Константинович Мамардашвили когда-то мне сказал в сердцах, когда он в один из разов поехал читать лекции во Франции, он мне потом сказал, что русский язык кастрировал. Сорок лет никто не занимался языковой инженерией, в том числе с помощью переводов, и не создавал внутри языка соответствующие смыслы, соответствующие термины, которые, и вот здесь я говорю самую важную вещь, которые обладают не только идеальным, но и реальным содержанием. Потому что коммуникация, она сшивает мышление и действие. Человек, когда он проговаривает что-то, он заимствует из чистого мышления идеальные объекты и значения, но он привязывает их с помощью коммуникации к своему жизненному миру, к своей практике. И поэтому, вычеркнув коммуникацию, мы разорвали мышление и действие. Мы сохранили его для физики, потому что надо было делать бомбу. Мы в меньшей степени сохранили его для каких-то прикладных работ в области инженерии. А, например, в экономике мы просто уничтожили связь между мышлением и действием. И поэтому, когда сегодня, я очень часто вижу на разных форумах такую смешную дискуссию, что понимать под кластером? А вот наши иностранные коллеги под кластером понимают то-то и то-то. Это бессмысленный разговор, потому что этих объектов в нашей жизни, в нашей практике не существует. Мы их не выращивали десятилетиями, может быть, даже столетиями, постепенно создавая имена для новых явлений. То есть это чисто и семиотические такие системы. Это касается и философии. Вот я понимаю, что вы в какой-то момент хотите подвести меня к вопросу о том, а что же вот философия делает по отношению к нашей текущей жизни. Без этого слоя коммуникации, без включения в него людей, занимающихся разными практиками, хозяйственными, управленческими, филологическими, историческими, не может быть прикладности и значимости философского мышления. Потому что философское мышление – это в конце концов работа с предельными рамками, с предельными значениями. Если не включать эти слова, эти термины, эти значения, эти идеальные объекты в свою жизнь, они так и будут предметом чистого мышления, как сказал бы Кант. Они не станут прикладными и не станут организующими для того, что мы делаем здесь и теперь каждый день. Ну да, и человек не выйдет за пределы своего узкого жизненного опыта и, так сказать, как будто этой вторичной рефлексии невозможно будет посмотреть на себя со стороны. Конечно. И более того, вот смотрите, какой интересный момент. Вот мы недооцениваем некоторые институты. Ну, скажем, исповедь. Ведь для того, чтобы язык религиозный стал языком отдельного человека в его саморефлексии, самоорганизации, существует очень понятный институт. Ты приходишь и из года в год, а потом из поколения в поколение проговариваешь свой опыт в этих терминах. Ты рассказываешь о том, что ты переживаешь, какие ты испытываешь эмоции, и получаешь оценку этих эмоций с точки зрения того, насколько они соответствуют духу Писания. А это мы даже не представляем из себя, насколько это мощный институт формирования человеческого сознания. Ну да, умение говорить об этих вещах. Слушайте, ну точно так же психоанализ. И психоанализ вот буквально с языка сорвали. Между прочим, что это такое? Это культура саморассказа, самоанализа определенного класса психических переживаний. Когда-то, говорят, сюда приехал Морена, такой крупный психолог, социолог американский, основатель психодрамы. Ну это уже было в начале, в середине 60-х годов, и он объехал страну, а потом в институте психологии выступал с лекцией. И его спросили, скажите, а когда у нас в стране будет психоанализ? Он сказал, он вам не нужен. У вас есть это, это институт подружки. Вы другим образом проговариваете, в другой институциональной среде, ваши переживания, и по-другому их самоорганизуете, и по-другому их видите. Поэтому мы с вами вынуждены констатировать, что вот этот разрыв между мышлением и действием, который мы фиксируем с вами повсеместно, что вы не откроете, а почему мы действуем, одно говорим, а другое делаем. Вот этот разрыв сформирован благодаря философскому пароходу, как бы странно это ни казалось. И закрывается сейчас при помощи философских практик, дискуссий, текстов. Вы знаете, к сожалению, он закрывается сейчас, если и закрывается, потому что этот разрыв зияющий во многих областях. А он закрывается за счет импорта. Импорта западных, да. Более того, поскольку эти термины, к сожалению, заимствованы из чужого контекста, очень часто берутся только фрагменты, а контекст не берется. Поэтому переносятся, знаете как, а смысла нет. Ну, кальки, да. Ну, весь разговор о модернизации. А дальше, так сказать, извините, опять я вернусь к этому моменту, кто-то напишет, да, что вы там пишете про эти кластеры, да. У нас были территориально-производственные комплексы. И все, и вы попадаете в ситуацию, где ничего никому нельзя доказать. Потому что территориально-производственные комплексы очень похожи на кластеры, но это совсем другое. И как в свое время, знаете, кто-то из экономистов пошутил, не помню, то ли Аганбегян, то ли, значит, еще кто-то, вот, Абалкин, что, значит, политэкономический смысл аренды при социализме – это взятка, которая дается человеком, который хочет трудиться, тому, кто почему-то имеет право ему разрешить или не разрешить. Да, и вот, понимаете, каждый раз приходится смотреть, что же это за смысл стоит за этим термином при отсутствии опыта и культуры, и истории проговаривания и проживания этого в нашей реальной коммуникации. В условиях вот этого разрыва между мышлением и действием, о котором вы говорите, насколько вообще рефлексия востребована российской властью? Насколько у нас возможно, я не знаю, стратегическое осмысление, стратегическое действие власти в условиях вот этого вот недостачи терминов? Ну, вы знаете, востребовано-то оно время от времени, конечно, востребовано, потому что как только мы натыкаемся на какие-то проблемные вопросы, особенно те вопросы, которые не имеют королевского решения, то есть нигде нельзя прочитать, что делай А, делай Б, и получишь тогда гарантированный результат. В этот момент приходится задумываться над смыслом слов, приходится задумываться над тем, а что мы на самом деле делаем. Поэтому я бы сказал так, рефлексия востребована, но, к сожалению, нам нечего поставить в эту рефлексию в качестве строительного материала. Вы этим занимались в качестве политтехнолога? Ведь еще одна из ваших ипостасей это все эти политтехнологические разработки. Вы знаете, я все время говорю так, что я всю жизнь все равно занимаюсь философией. Но просто сидеть в кабинете, запершись и вступая в коммуникацию только с книгами и с мыслителями, которые виртуально присутствуют через издание, невозможно. Надо всегда находиться, если хотите, в гуще событий. Но вы совершенно правильно задаете этот вопрос. Нам нужно прежде всего развивать коммуникацию, и нам нужно развивать язык, на котором мы говорим. Нам нужно насыщать этот язык терминами и значениями, которые в той или иной степени схватывают нашу практику. Пусть это будет на каждом шагу, может быть, чуть жиже и чуть меньше, чем мы заимствуем из какой-то литературы. Но это будет наше. Там, где этого не происходит, очень высока вероятность, и она постоянно ведь происходит. Мы видим, это девальвации терминов. Мы заимствуем какие-то представления, потом мы прикладываем это к нашей реальности. Мы видим, что эти термины ничего в ней не схватывают или схватывают только какие-то отдельные фрагменты. И потом мы разочаровываемся в этих идеях, и темп этого процесса разочарования, он только увеличивается. Вот смотрите, что происходит там с какими-нибудь инновациями. Вот мы заимствовали этот термин, но за этим термином не стоит той реальности, которая стояла, когда Шумпетер в 1911 году говорил, что инновация это то, что создает предприниматель. Не может быть инновацией без предпринимательства. Но у нас разорваны эти контексты. У нас государственная. Мы хотим сделать инновации без предпринимательства. Ну, тогда давайте назовем это каким-то другим словом, потому что это будет другая сущность. Ну, в общем, я вижу, что вы видите роль философии в таком, может быть, даже в Генштейновском смысле, как вот проговаривание через язык создания новой реальности. Да. Как вообще тогда вы видите роль философии в современном мире, в 21 веке? Ведь она уже не обладает той, понимаете, высшей практически сакральной санкцией, как она была раньше, в 19 веке, когда были корпус классических наук, когда были вот эти вот liberal arts, либеральные семь свободных искусств и так далее. Кем и как сейчас востребована философия? Ну, вы знаете, вот опять я бы не согласился. Вот давайте возьмем два примера людей, которые одного возраста с моим отцом. Мой отец родился в 29 году. Он умер в 94-м. Ну, вот есть, так сказать, два его современника. Хабермас в Германии и Фукова в Франции. И мы с вами видим, я уже говорил о том, что очень часто они писали об одном и том же. И мы с вами видим, как институционализировано их мышление. Когда-то мне довелось попасть на лекцию Хабермаса в Германии. Он читал, сейчас уже делает это гораздо реже по причине здоровья, но он читал лекцию для аудитории, в которой сидела, если хотите, вся элита. Это представители министерств, ведомств, фондов, политических партий и так далее и тому подобное. Он читал им лекцию, из которой непосредственно следовали определенные выводы касательно внешней политики Германии. Он не делал выводов про внешнюю политику. Ну, или точнее, он делал его в своем философском горизонте, в своем философском дискурсе. Но эти выводы были очевидны. И я знаю о том, что эти люди потом многократно перечитывали эту лекцию для того, чтобы нащупать те последствия для своей практики, которые из нее вытекают. Если вы возьмете, как Фуко преподавал в Колледже де Франц, опять же, по модели пожизненного возглавления кафедры, когда его нагрузка очень простая, он один раз в год должен прочитать цикл лекций. Обычно весной 12-15 лекций. Зал битком набитый. Да, там другая аудитория. Там не истеблишмент немецкий. Там студенты, художники, архитекторы, представители свободных профессий. Но когда сегодня объявляется конкурс на концепцию Le Grand Paris, Большого Парижа, то есть концепцию развития города, наличие в команде соискателей этого тендера философа является требованием тендерной документации. Потому что только философ может ответить на вопрос о функции столичного города в 21 веке. Ну да, но вопрос зачем. Не вопрос как, а вопрос зачем. И что это такое? Что такое столица 21 века, а не 19-го? И даже не 20-го. Поэтому, честно говоря, я бы не согласился с вами, что философия потеряла свою роль, свое влияние. Нет, просто каналы этого влияния, безусловно, изменились. Институты, через которые мышление воспроизводится и транслируется, конечно, изменились. То есть, может быть, это сингтенк или фабрика мысли, а не университет, как это было еще 50 или 100 лет тому назад. Может быть, это сингнет, то есть те самые сети социальные, через которые сложная мысль, многократно интерпретируемая, доходит до любого желающего над ней поразмыслить. Ну или такие, не знаю, варианты поп-философии, может быть, как у Жижек, человек ездит с лекциями, так сказать, фонтанирует. Да, кстати, между прочим, я хочу рассказать, у меня была такая история. В начале 90-х я попал на какой-то серьезный прием в Англии. И, значит, ко мне подошел один из распорядителей, расспросил, чем я занимаюсь, потом подвел меня к другому человеку и говорит, я хочу вам представить бродячего философа из России. То есть, в этом плане мы точно понимаем, что некоторые вот эти институциональные ядра, трубадуры во Франции, и известное высказывание Шпета о том, что иногда в поэзии больше философии, чем в философских текстах. Она выполняла вот эту функцию. Она проговаривала самые ключевые мотивы современности, но в такой, таким способом, в таком языке. И синкнет не является нововведением интернета, потому что невидимый колледж, который, например, создавался Мерсеном, и в который входил тот же Декарт, был фундаментом для создания Академии наук. Причем не только во Франции, но и в Англии. Но время больших философских систем уже прошло. Я думаю, что нет. Я думаю, что оно только-только пробивается. Я думаю, что антологическая революция в философии, то есть поиск вновь светской картины мира, не научной, космологической, и не религиозной, теологической, а именно философской, светской картины мира. Это вопрос, может быть, двух-трех десятилетий, и мы вновь, наверное, увидим пару-тройку таких мыслителей, которые претендуют на философский синтез. И они будут популярны и востребованы? И люди по-прежнему, вы видите, сохранение аудитории, которые будут люди ломиться на лекции, как ходили на Фуко? Ну, вы знаете, и на Щедровицкого, и на Мамардашвили они тоже ходили. Вопрос в другом, что они в большей степени слышали. Они приходили смотреть на свободного человека, который, несмотря на все перепитии своей жизни, он все-таки позволяет себе говорить свободно и думать свободно. И это было для них важно. Или они слушали, как у Мираба Константиновича, что он рассказывал о Декарте. Понимаете? Я, честно говоря, даже по себе не могу сказать, что было важнее. Наверное, только в связке. Личность и мысль. Ну да, поэтому, собственно, Мамардашвили, как наш российский Сократ, невозможно... Ну, вы же издали Мамардашвили в этой своей серии, но там текстов же мало. Нет, вот смотрите, еще раз. Давайте, спасибо, что вы к этому меня возвращаетесь, потому что это очень важно. Все эти тома — это не тома текстов этих мыслителей. Это тома о них. Это, если хотите, дорожная карта их творчества, подробная автобиография, библиография, включая некоторые архивные материалы, библиография работ о них, включая зарубежные издания. Через этот том вы можете проникнуть в лабораторию их мышления, в том числе к их текстам. А что касается текстов, вот сейчас Татьяна Щедрина, например, сдала в Роспен десятый том собрания сочинений Шпета. Десятый том. А Розанов больше двадцати томов. И у нас еще не началась та работа, которую, например, издают ученики и последователи Гусарля, когда выходит там сто какой-то том гусарляны. Но эта работа впереди. Я считаю, что мы просто обязаны постепенно, медленно, скрупулезно, а не так, как это делают в девяностые годы, возвращать русскому заинтересованному читателю работы тех людей, которые думали о России, работали во многом в России. Ну и очень многие вещи говорили для ее будущего. Ну, я думаю, что на этой ноте можно вам пожелать успеха в этом издании и дальнейших томов. Я для себя почерпываю невероятно важную мысль здесь о значимости философии формирования языка. Языка, которым, собственно, эксперт может говорить с властью. Языка, которым Россия может говорить с миром. И одна из главных потерь, которые и философский пароход, и затем уже то, что происходило с нашей гуманитарной мыслью как таковой, и с философией в частности, это потеря языка и умение правильно мыслить и говорить о мире. И то, что вы делаете с вашим изданием, вот эти все тома 60, сейчас томов, да, примерно у вас будет 60 томов, и, может быть, будут еще и десятки томов. Это, собственно, возвращение языка, на котором мы будем говорить, в том числе и здесь, в наших передачах, в археологии, на радиофенам.фм. Это был Петр Щедровицкий, заместитель директора Института философии Академии наук. Спасибо, Петр, что были с нами сегодня вечером. Спасибо. Успехов. Спасибо. Доброй ночи и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok